Китайский премиумный средний танк 8 уровня Type 59. Не побоюсь этого слова, легенда игры World of Tanks. Многие годы был неосуществимой мечтой многих игроков, потому что приобрести его было нельзя. По одной естественной причине. Type 59 в свое время был имбой. Что он вытворял в рандоме, вам словами не передать. И иногда, в крайних редких случаях, бонус-код на Type 59 можно было найти на разных торговых площадках, ценник на который был просто невменяемый, 700 долларов. И вы не поверите, его покупали. Правда, тогда игроки еще не знали, что в нашей игре любая премтехника имеет срок годности. И был период времени, когда срок годности Type A 59 истек. От прежней имбовости не осталось и следа. Но это было раньше. А как дела обстоят сейчас? Дамы и господа, всех приветствую, меня зовут Оскар. Вы смотрите рубрику «Детальный обзор». Рубрика, в которой мы технику разбираем по винтикам. И после просмотра которой вы найдете ответы на все вопросы. Простыми словами, я помогаю вам не купить кота в мешке. Так что прямо сейчас жми лайк, обязательно подписывайся на канал, если еще не подписан. И приготовься впитывать информацию. Приступаем к тестам. Тест маневренности и динамики. Что касается скоростных характеристик, Type A 59 радует. Динамика для ST 8 уровня то, что надо. И как видите, в тесте с самого старта Лис занимает лидирующую позицию. Правда, надолго ли? С максимальной скоростью Type A в 60 км в час, мало какой премиумный аналог может сравниться. С вращением на месте также все отлично. Закружить его практически нереально. И как видите в плане маневренности, Type на голову превосходит своих премиумных аналогов. И вращение башни. Также никаких замечаний. Ни быстро, ни медленно. Все в меру. Одним словом, баланс. Тест точности. Что касается огневой мощи, на первый взгляд кажется ничего особенного. Из-за невысокой скорости полета основного снаряда, при стрельбе с дальней дистанции отчетливо будет видна парабола. Так что падающим снарядом в землю быть. Но обратите внимание на кучность. Распределение снаряда в кругу разброса не хаотичное. Снаряд чаще всего летит именно в центр круга. И если для стрельбы придерживаться именно средней дистанции, то с комфортом введения огня проблем возникнуть не должно. И самый главный параметр точности стабилизация. Она не хорошая и не плохая. Просто нормальная. И как можете заметить, Тайп 59 без особых проблем способен вести огонь в движении. Бронирование. Что касается брони, она у Тайпа есть. Как для СТшки танк не картонный. Можно даже сказать, что Тайп 59 будет гораздо защищеннее многих премиумных аналогов. Но, как ни крути, это средний танк. Пробивать его будут. Даже в участии тяжей одноклассников ему далеко. Корпус способен держать удар шестых и некоторых седьмых уровней. А вот башня – мое почтение. Все, кому не лень в любую проекцию, пробивать не смогут. Придется выцеливать лючки. Борта по 80 миллиметров – это отлично. И китаец вполне себе способен ими танковать. Главное их не перекручивать и не подставлять. Иначе вас ждет неприятный сюрприз, о котором расскажу позже. А сейчас смотрим обстрел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Топливные баки во лбу корпуса – это первый сюрприз. Который будет вас постоянно наказывать за неаккуратную игру. У Тайпа огромные проблемы с частыми поджогами. И возить доп. паёк вместо огнетушителя, как говорится, здесь уже на свой страх и риск. Следующий сюрприз – это боеукладка. Расположена в правой части корпуса за баками. Критуется в желтое очень часто, даже после первого же пробития. Но самое неприятное бывает так, что после первого же пробития боеукладка детонирует. Ну а теперь разберем все детальненько. И на фоне вы будете наблюдать просто злоепический нагиб. Симбиоз ровных рук и когда рандом на вашей стороне. Смотрите до конца и офигевайте. Ну а я, пожалуй, начну. И начну с того, что Тайп 59 является льготным премиум танком. Это значит, что в случайных боях против десяток он не играет. Но, если вы играете во взводе с полноценной восьмеркой, то десяточки вы будете видеть, не забывайте об этом. Так что, если хотите на льготном премиум поиграть во взводе, то со взводной также обязательно должен играть на льготном танке. И так уж сложилось, что в нашей игре льготная техника всегда уступала полноценной технике по характеристикам. Да, долгое время льготники были третьим сортом. До недавнего времени. После последнего апа Тайп 59 по эффективности превзошел не только прокачиваемую технику, а также многих полноценных премов. К примеру, подвижность. Льготная СТшка. Максимальная скорость 60 км в час. Далеко не каждая полноценная прем СТ обладает такой максималкой. И самое приятное, эту максималку Тайп набрать может. Хотя, как вы знаете, разработчики любят такие вот нестандартные приколы. В характеристиках указано одно, а на деле совсем другое. Так вот, Тайпа 59 эти приколы не коснулись. Благодаря скрытому параметру проходимость по грунтам, которая у Тайпа очень даже ничего. На твердых и средних грунтах свою максималку танк набирает. И даже не с горы. В боях он спокойно способен маневрировать между флангами. А для среднего танка такая способность просто нереально жирный плюс. В атаке, в отступлении Тайп 59 всегда и везде будет успевать. И вкупе с хорошей маневренностью, китаец является просто грозой тяжей 6 и 7 уровня. На каточек поставил и давай кружить. Если нет прикрытия, вражеский тяж обречен. На открытой местности против Тайпа 59 он беспомощен. И в отличии от прем СТ 8 уровня с полноценным уровнем боев, Тайп 59 против 6 и 7 уровней играет гораздо чаще. Ну а что там по огневой мощи, спросишь ты? Ведь льготная техника в этом плане всегда хромала. Так вот, вооружен китаец 100 миллиметровым орудием. Средний урон за выстрел не 230, не 240, 250 единиц урона. Да, соглашусь, это не вау как много. В нынешних реалиях рандома, все что ниже 280 единиц, такой себе. Но имейте уважение, это льготник. И требовать от него Альфу 280 или 320, это как минимум наглость. Основные снаряды бронебойные, бронепробитие 185 миллиметров. Скорость полета 900 метров в секунду. Цена за выстрел 252 единицы серебра. И вот здесь вот как раз уже чувствуется, при вкусу льготности. Потому что если против шестых и седьмых уровней 185 миллиметров еще будет хватать, то против многих восьмерок и девяток, увы, извольте уже использовать голду. А голдовые снаряды подкалиберы. Бронепробитие 241 миллиметр. Скорость полета 1125 метров в секунду. Цена за выстрел 4400. И так как это подкалибер, ему свойственна потеря бронепробития на дистанции. Вплоть до 213 миллиметров. Да-да, через всю карту тяжей в лобэшник вы щелкать не будете. И сразу навязывается вопрос, а подходит ли Тай-59 для фарма? Здесь одновременно и да, и нет. Все будет зависеть против каких уровней вы играете. Попали против шестых и седьмых уровней, все. Хороший фарм вам гарантирован. Бронепробоя основных снарядов вам хватит. Ваша задача остается результативно отыграть бой. Ну, а если попали вниз списка команды против девяток? Скажем так, на хороший фарм лучше не надеяться. Разработчиками так задумано, чтобы в этом случае вы играли на голде. Проще говоря, на результат. Да, это не очень приятно, но утешает одно. Играя на голде, в большой минус вы уходить не будете. Но вот зато на исход боя можете влиять колоссально. И если ваша задача не фарм, а игра на результат, то Тайп-59 безусловно вам понравится. Для результативной игры у этого танка есть все. Во-первых, углы вертикальной наводки минус 7 градусов. Золотая середина, позволяющая играть от холмов. И играть от башни на китайца не так страшно, как на многих СТ 8 уровня. Потому что в башне есть броня. Шестеркам, семеркам и многим восьмеркам она не по зубам. Придется выцеливать лючки. Но грамотный игрок на Тайп-59 вам это сделать не позволит. Лючки небольшие, и когда танк постоянно монтит, выцелить их получается непростой задачей. А вот против девятых уровней агрессия противопоказана. Бронепробой на голде там уже не шуточный. И многие девятки часто уже будут пробивать в башню. Так что грамотно оценивайте свои силы. Во-вторых, перезарядка. Без учета оборудования, перков экипажа и доп. пайка, перезарядка 7,6 секунды. Средний урон в минуту 1899 единиц. И казалось бы, ничего особенного. Но если китайца как следует нафаршировать, то перезарядка уже в этом случае сокращается до 5,7 секунд. Где получим уже 2600 единиц урона в минуту. И для льготного према это отличный показатель. Если бой располагает к настрелу, то тайп способен реализоваться на 101%. Потому что в-третьих, точность. Как и у всей техники в этой игре, она рандомная, да. Но не могу отрицать тот факт, что распределение снарядов в кругу разброса, то есть кучность, весьма-весьма достойное. Распределение снарядов не хаотичное. И чаще всего при полном сведении летит именно в центр круга. А не к его краям. Единственное, могу придраться только к бронебойным снарядам. При введении огня с дальней дистанции из-за плохой скорости полета, снаряд летит по дуге. Целитесь, например, в борт, но снаряд будет падать перед танком в землю. Голдовых подкалиберов это не касается. Там все нормально. И как вы могли наблюдать в этом бою, даже на дальней дистанции тайп способен вести точный огонь. Ну, естественно, в силуэт танка. Уязвимые места можно выцеливать только на ближней дистанции. Ну и, конечно же, стабилизация. Очень радует, что у тайпа она есть. Потому что, опять же, приколы от разработчиков. Есть техника в игре, где по циферкам точности все великолепно, но если скрытый параметр стабилизации не какущий, то все эти циферки параметра точности сводятся к нулю. И, что касается самих циферок точности. Базовое время сведения 2 секунды, разброс на 100 метров 0.35. Посадили хорошо прокачанный экипаж, поставили правильное оборудование и имеем время сведения 1.7 секунды и разброс на 100 метров 0.3. Согласитесь, весьма достойно. Но, всегда буду об этом говорить, на циферки надеяться не стоит. Точность рандомная. В одном бою все летит в пиксель, в другом бою каждый снаряд в землю. Имейте в виду. Так что, что касается огневой мощи. С одной стороны все неплохо, с другой стороны не так хорошо, как хотелось бы. Было бы просто идеально, если бы бронепробой на основных снарядах был бы 190 миллиметров, согласитесь. Но, тогда в этом случае, всеми хваленый Т-44-100 с полноценным уровнем боев был бы нафиг никому не нужен. С огневой мощью закончили, переходим к броне. Как вы могли уже убедиться при обстреле, какая-никакая броня у китайца есть. Не могу сказать, что в бою вы будете чувствовать себя уверенно. Чаще всего вас будут пробивать именно в корпус. Даже против шестых и седьмых уровней стоит соблюдать осторожность. Раз подставился, два подставился, и все, танкополовиненный. Очков прочности 1300 единиц. И про сюрпризы от разработчиков, надеюсь, не забыли. Очень обидно будет, если в начале боя вы выиграете на половину хп. Или еще хуже, первым же пробитием оторвут башню. Поверьте на слово, такое возможно. И вот вся эта дикая критуемость является сдерживающим фактором, чтобы вы лишний раз не агрессировали. С одной стороны это минус, с другой стороны баланс. Правда, речь идет, когда вы играете против шестерок, семерок и одноклассников. Но, когда девятые уровни, которые и так тебя пробивают практически всегда, при малейшей ошибке дают тебе выстрел с подпалом или критом боеукладки. Согласитесь, крайне неприятно. Так что Type 59 будет требовать от вас хотя бы средний уровень игры. В противном случае он вам не подойдет, вы его не раскроете. Слабым игрокам и новичкам на нем будет очень сложно. Нужно уметь анализировать вражеский сетап команды, грамотно оценивать происходящую ситуацию в бою, на отлично знать тайминги, карты и позиции, и в каких случаях стоит играть агрессивно, а в каких пассивно. Все перечисленное было продемонстрировано в этом бою. Благодаря неплохому обзору, Type 59 способен светить как себе, так и команде. Базовый обзор 380 метров. При помощи перков, оборудования и доп.пайка раскачать обзор можно до 498 метров. Все зависит, какое оборудование вы решите ставить. И маскировка, да, она также присутствует. Не такая, конечно, как у легких танков или ПТСАО, но все равно будет получше, чем у многих СТ-одноклассников. Только запомните, никогда на средний танк не ставьте маск-сеть. Неподвижный средний танк, это уже наполовину мертвый средний танк. Правильное оборудование мы разберем чуть позже, а сейчас переходим к полевой модернизации. После полной прокачки полевой модернизации вы получите постоянный бонус 3% мощности двигателя. Мелочь, но приятно. Первым выбираем повышение жизнеспособности модулей. Второе, настройка рычагов подвески. Третье, я ничего не рекомендую ставить. Но если очень хотите, то на свой выбор. Настоятельно рекомендую использовать альтернативную комплектацию. В первый комплект загружаете больше основных снарядов и немножко голды. Это если вы попали против шестерок и семерок и решили пофармить. А вот второй комплект снарядов будет состоять в основном из голдовых подколов. Это если вас закинуло вниз списка команды против девяток. И фарм серебра для вас не в приоритете. Категория второго слота. Рекомендую выбирать слот под разведку. Ставите туда просветленную оптику и пересвечивайте слепых тяжей противника. Особенно оптика очень эффективна, если вы попали вверх списка команды. Ну а слот на живучесть, скажем так, для особых ценителей. Для тех, кто на средний танк ставит улучшенную закалку. Что я не рекомендую делать. Идеально на этот танк подходит следующее оборудование. Первый сет на подвижность. В первый слот ставим турбонагнетатель, во второй стабилизатор, в третий досылатель. Второй сет на обзор. Вместо турбины устанавливайте просветленную оптику. И третий сет классический. Вентилятор, стабилизатор, досылатель. Правильные перки экипажа перед вами. Перк бесконтактная боеукладка у заряжающего должен быть обязательно. Ну и подведем итоги. Тайп 59 это именно тот танк, где разработчики в кои-то веки смогли в баланс. Он не является имбой, каким был когда-то давно. Он не является кактусом. Каким был, скажем так, после истечения своего срока годности. Просто хороший премиумный танк, на котором приятно играть. Рассматривать его как основную машину для фарма я не рекомендую. Комфортно играть на основных снарядах возможно только против шестых и седьмых уровней. Ну а если вы ищете танк для фана и нагиба, Тайп 59 то что надо. Любителям средних танков он понравится. К сожалению, на постоянной основе его в продаже нет. В прем-магазине появляется крайне редко. На всяческих игровых событиях в продаже иногда появляется Тайп 59 Голд. По сути это обычный Тайп 59 с одним лишь отличием. Золотой 3D камуфляж. Правда цена в Голде за Тайп 59 Голд невменяемая. Так что покупать его или нет решать исключительно только вам. Моя же обязанность предупредить вас о последствиях. На этом обзор подходит к концу. Надеюсь все и всем доступно объяснил. С вас лайк, подписка за правду и старания. На связи был Оскар. Удачи!